Всем привет, с вами Мария Ленд, это новое творческое видео, где мы вместе с вами оформим ежедневник. Я подготовила для вас очень крутое оформление, хочу вам его уже показать, так что не буду вас задерживать, и давайте начинать. Я подготовила для вас очень интересные темы для ежедневника, их здесь несколько, и я считаю, что они должны быть в каждом ежедневнике, потому что они очень крутые. Кстати, что хочу сказать, кто еще не подписан на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь, вот так я там называюсь, и также внизу в описании будет ссылочка, переход на него, потому что там я выставляю очень много классных идей оформления для ежедневника. Да, и общаюсь с вами, отвечаю на ваши вопросы, мотивирую вас, болтаю, рассказываю секреты успеха, как не бояться камеры, в общем, да, мотивирую, заряжаю на позитив, скажем так, и творчество, вдохновение дарю. Так что, пожалуйста, кто еще не подписан, можете подписываться, будет очень приятно, если вы это сделаете прямо сейчас, я зайду, посмотрю, а там вы. В общем, спасибо всем, кто подписался, но мы продолжаем. Страницу я оформляю с помощью салатового текстового делителя, мне кажется, что это очень-очень здорово. И да, это трафарет с леттерингом. Я во многих своих видео уже вам показывала, как писать каллиграфично, скажем так, вот такие буквы, леттеринг. Я знаю, что у некоторых людей не получается, поэтому есть выход из ситуации, как раз вот такой трафарет, где за вас уже есть красивые буквы, их можно приобрести вообще в любом книжном магазине, с этим нету никаких сложностей, поэтому я буду его тоже использовать, мне очень нравится шрифт, можете написать, как вам. Вот, и это будет у нас список, но список будет непростой. Сейчас я вам расскажу, что я придумала. Галочкой я буду отмечать уже то, что выполнила. Ну, собственно, это да, потому что это списки. Я буду украшать разными декоративными наклейками. Если у вас нету стикеров, то их можно нарисовать. Ну, в любом случае, вы найдете что-нибудь наверняка то, что вас вдохновляет. Может быть, вырезки журналов, что-нибудь в этом духе. Я наклеиваю три стикера, три наклейки, и дальше с помощью линейки, потому что мне нужны ровные линии, черчу вот такие вот окошки. Получается, одна наклейка равна одному окошку. Именно в этих окошках мы будем и писать наш список. Только это не будет обычный список покупок или список того, что нам нужно сделать за неделю. Это будет... Сейчас вам уже расскажу, потому что пытаюсь сохранять такую интригу. В общем, сейчас я как раз дорисовываю третью такую табличку, в которую буду вписывать всю нужную мне информацию. И дальше с помощью текстового делителя делаю такую вот черточку, заголовок. И дальше опять же-таки трафарет. Обвожу сначала карандашом буквы, чтобы понимать, правильно ли я их разместила. Да, потому что бывает такое, что я не могу рассчитать визуально, где будут буквы, поэтому проще сначала карандашом, а потом уже обвожу черной ручкой. И мне так нравится. Очень все хорошо на текстовый делитель ложится, так что не переживайте. Здесь я буду писать то, что мне нужно сделать. Первое окошко у нас здесь и сейчас. То есть вы можете вписывать то, что вы хотите сделать, допустим, вот как я уже сказала, на этой неделе. К примеру, убраться в своем шкафу. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Сначала я написала, да, три дела, которые мне нужно сделать, будет в ближайшее время. Следующая табличка будет список дел, которые мне нужно сделать за пять лет. То есть ближайшие пять лет ваши цели, ваши мечты, ваши планы, которые вы бы хотели, чтобы обязательно воплотились в жизнь. Да, и вот такой вот зеленой ручкой я штрихую квадратики и здесь пишу свои такие цели, которые я в течение этих пяти лет, получается, ближайших хотела бы очень осуществить. Это мотивация вам. То есть вы можете заходить, смотреть и думать, что вот эту цель вы осуществили намного быстрее. Или, допустим, что-то уже пять лет прошло, а вы все никак цель не осуществили. И это мотивация двигаться дальше. И третье окошечко будет как раз посвящено списку дел за десять лет. То есть цели такие, скажем так, масштабные, все что угодно. Там, может быть, там и мечты ваши могут быть, повторюсь. Вот у меня это тоже связано с социальными сетями. В общем, кому интересно, тоже можете прочитать. Это то, что я хочу сделать за ближайшие десять лет. То есть чем глобальнее моя цель, тем я ее так вот и расположила. Мне кажется, это очень здорово, потому что мы видим как бы то, что мы можем сделать сейчас. Мы это выполняем и понимаем, что мы это можем. Значит, что нам мешает сделать то же самое через пять, через десять лет? Только цели будут масштабнее. По-моему, это очень круто. И в такой вот салатовой рамочке я пишу, ну, какую-то мотивашку себе, послание в будущее, скажем так. Чтобы когда я возвращалась на эту страницу, я могла это прочитать. И такая вот, надо выполнять эти цели, потому что когда-то я это хотела, для меня это было важно. С этой страницей мы закончили, но я подумала, что она еще пустая. Поэтому решила добавить несколько таких. Кто это у нас? В общем, забыла. Да, звездочки такие вот заштриховала. И в результате получилась такая страница. Переходим на противоположную сторону. Здесь я пишу слово уборка. Тоже наверняка узнали трафарет. Мне кажется, это очень здорово. Рисую такой веник, метлу, как хотите, называйте. На самом деле, кто смотрит давно мои видео, наверняка помнит ту серию видео, как раз где я показывала подробно, туториал такой, как рисовать различные вещи, которые посвящены уборке. Вот, и веник там тоже был поэтапно. Так что, кому интересно, можете посмотреть. Здесь я показываю это чисто схематично. Главное поставить такие вот черточки, чтобы веник у нас был как бы пухляшный, то есть такой вот объемный. И здесь я пишу трекер. То есть трекер, это как и привычки, то, что вам нужно сделать. И он отлично мотивирует и помогает, потому что, когда вы ставите галочки, что вы это сделали, то это здорово. Вам хочется еще продуктивнее проводить день, чтобы наконец-то поставить галочку. Здесь я начала страницу оформлять снизу вверх. Да, это очень-очень нестандартно для меня. Обычно я, как всегда, нормально сверху вниз страницу оформляю, но здесь что-то пошло не так. Так, текстовые делители, квадратики и дни недели в них. Это как раз будни, то есть мой трекер по уборке именно, который мне нужно сделать в эти будни. И с помощью красной ручки я выделяю себе какие-то такие важные слова, чтобы вот, знаете, открыли ежедневник и сразу увидели, поняли, о чем идет речь. То есть что-то, что сразу бросается в глаза. Это, кстати, и в учебе отличный вам совет, способ, как запомнить информацию. Так, теперь мы переходим уже к верхнему заполнению страницы. И здесь я рисую такое окошечко. От руки рисую, потому что мне нравится, как это жизненно получается, выглядит. Вот. Ну и дублирую еще вот здесь окошко, чтобы получилась рамочка у нас объемная. Так, да. И закрашивать я ее буду желтым текстовыделителем. Мне в последнее время вообще очень нравятся текстовыделители, потому что они прям круто ложатся, не пропечатывают страницы. Так что это отличное решение для тех, кто не хочет на маркеры как-то заморачиваться. И здесь я пишу как раз на выходные, что мне нужно сделать в выходные. Как снизу на будни, а здесь выходные. И выделяю красной ручкой тоже ключевые слова, которые помогут мне сориентироваться. И чтобы эта страница сочеталась с предыдущей, я рисую звездочки, добавляю всякие такие коллекции, тоже с помощью текстовыделителя. И записываю сюда то, что у меня не уместилось на страничку. Потому что, сами понимаете, когда уборк, там много всего нужно сделать. И именно это я как раз и записала. Ну и показываю, как пример это будет выглядеть здорово, когда вы уберетесь и можете спокойно проставлять зеленые галочки. Ну или что вы хотите представлять. Можете написать, какая из страниц вам понравилась больше всего. Надеюсь, что это было полезно. Если так, то напишите, что вам нравятся такие мотивационные и полезные странички. Ну что, понравилось видео? Тогда поставьте лайк, конечно, напишите комментарий. И не забудьте подписаться на канал, потому что уже совсем-совсем скоро будет очередное новое творческое видео оформления ежедневников, конспектов. В общем, да, все, что вы любите. Так что, пожалуйста, не забывайте подписываться. Ну а я буду с вами прощаться. Ловите момент. Была с вами Мария Лэнд. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok